В рамках всероссийской акции «100 баллов для победы» в СОЖ номер 2 23 апреля был проведен круглый стол «Все решают только знания». Основная задача данного мероприятия – встреча выпускников нынешнего года и прошлого года для обмена опытом по вопросам успешной сдачи единого государственного экзамена. В акции принимали участие выпускники 11 класса, учителя, осуществляющие подготовку обучающихся родителей, выпускница прошлого года, студентка первого курса АГУ факультета естествознания Елизавета Савельева. Выпускники сами изготовили плакат, бейджики, эмблему своей акции. В кабинете были организованы две выставки. Первая – об имеющихся на сегодня достижениях и победах выпускников на различных уровнях. Среди представленных дипломов – 7 грамот Министерства образования и науки Республики Адыге. Грамота победителя конкурса «Мисс Абитурентка» АГУ-2016. Вторая выставка – используемая литература для подготовки к ЕГЭ по различным предметам. Круглый стол был открыт заместителем директора по учебно-воспитательной работе Жанной Шоровой с показом видеоролика о том, как проходит по стране всероссийская акция «100 баллов для победы». В прошлый год, в апрель в месяце, Росководнадзор проводит всероссийскую акцию «100 баллов для победы» для выпускников одиннадцатых классов. В рамках этой акции у нас в школе запланировано проведение круглого стола «Все решает кто это знает». Основная задача данного мероприятия – встреча выпускников для обмена опыта по вопросам успешной сдачи единого государственного экзамена. Давайте посмотрим, как эта акция проходит в разных регионах нашей страны. Какой последовательности решать задание? Как избавиться от стресса перед экзаменом? Как распределить время при подготовке? Эти вопросы интересуют практически каждого выпускника школы впереди ЕГЭ. В этом году более 5000 учеников получают аттестат зрелости. С приветственным словом к гостям обратилась директор школы Светлана Шалова. Говоря о значимости этой акции, она напомнила древнюю притчу выпускникам «Все в твоих руках», цитата из которой открывает буклет, подготовленный для выпускников и родителей. Она озвучила рекомендации врачей и родителям об организации питания детей в период сдачи экзаменов. Впускникам был предложен хитрый бланк заданий на 3 минуты, в котором проверялось умение выполнять указания из 16 пунктов. Весь секрет был в необходимости дочитать все до конца и только тогда что-то выполнять. То есть это стало назидательным упражнением, требующим расстановки сил, времени и внимания. Дорогие родители, дорогие наши выпускники, очень волнуемся вместе с вами, очень беспокоимся. Но как никогда именно в этом году мы уверены, что все у вас хорошо получится. Залог нашего, я думаю, совместного успеха, прежде всего это заслуга ваших родителей. Потому что если бы не поддержка семьи, если бы вы не готовились бы дома от того, что мы только здесь сидим и допоздна сидим и работаем с вами, ну я думаю, что у нас не получилось. Но может быть получилось бы только на 50%. Большую часть, я думаю, что заслуга, это большая часть ваших побед сегодняшних, а они есть победные. Есть. Это ваши родители, ну и вы сами, конечно же. Потому что не только потому что у меня вот такой небольшой опыт работы в этой школе, мы спрашиваем других учителей, совет, и спрашиваем. Не в обиду у нас Радка Збекина, которая в прошлом году выпускалась, но тоже, наверное, сиатерный класс. Но мы уверены, что будет очень успешный выпуск, что в этом году мы работаем не просто на результат, а на самый высокий результат. Ну и до сих пор, и сейчас, и до последнего дня, пока вы будете готовиться до сдачи всех экзаменов, которые вы запланировали, вместе с вами мы готовимся, вместе с вами все повторяем. Поэтому, но быть уверенными, быть внимательными, ну и надеюсь, что удача нас не забудет, и все у нас получится. Назирет Харкахова, учитель русского языка и литературы, выпустившая в прошлом учебном году 11 класс как классный руководитель и учитель-предметник, предложила творческую презентацию «Как получить 100 баллов по ЭГЭ» и вдохновила будущих выпускников на успешную сдачу экзаменов. Именно по ее предмету в прошлом году все выпускники сдали ЭГЭ успешно, преодолев необходимый порог. В этом году все вы знаете, и двойки были, и не сдачи были, но все равно мы сдали, мы победили, поступили, вот это самое главное. Теперь я надеюсь, что вы на 100% готовы этот выпуск 2016 года, потому что я вижу у вас усердие, вижу терпение, вижу старание, и я надеюсь, что вы обязательно не только на 100 баллов сдадите, а это ваша победа будет, победа в наше будущее, вот так мы скажем, потому что вы наше будущее. Вот что я хочу сказать вам, поэтому удачи вам, везения обязательно, не только значит удачи, везения, терпения, знаний вам больших. В добрый путь. С напутственным словом выступила классный руководитель 11 класса Тамара Басавина. Она напомнила методы активного запоминания, универсальные рецепты для более успешной тактики выполнения тестирования и как распределить время на экзамене, чтобы получить высокие результаты, и о том, что экзамены подведут итог кропотливой учебы. Очень благодарны родителям, которые всегда во всех начинаниях нас поддерживали, оказывали всяческую и моральную, и материальную помощь классу. И прежде всего они настраивали детей на хорошую учебу. И как результат, я все-таки надеюсь на вас, очень сильно надеюсь, что результатом будут ваши хорошие знания, хорошие баллы на экзаменах. И все свои знания, которые вы получили в нашей школе, вы сможете применить в дальнейшем. Вот сидит рядом со мной выпускница прошлого года, которая на высокие баллы сдала. Ей без труда математика давалась, но она ей только базовый уровень нужен был. Поэтому Лиза, когда я встретилась с экзаменом в первые минуты выхода, она сказала, что там делать нечего было. Ну, как бы я легко это все, потому что она очень трудилась хорошо. Трудолюбивая. Трудолюбивая. Она меня сходила после уроков, она меня находила где-то в свободный урок, и она трудилась. Вот эти знания ей в дальнейшем сейчас очень пригодились. Она отлично сдалась, есть, и вот, умница. Вот, ну, что вам пожелать? Чтобы все, что вы задумали, исполнилось в этом году. Все, которые хотите, профессию вы получите, выбрать, чтобы вам это все на бюджетные места вы попали. Чтобы родителям легче было вас обучение проводить. Потому что коммерческие деления тоже связаны с большими затратами. Значит, ваша задача сосредоточиться. Все, что вы знаете, выложится полностью на экзамен. Чтобы вот все, что вы знаете, и вы ни меня не подведите, ни родителей, прежде всего, и самих себя. На это мероприятие была превышена Елизавета Савельева, получившая по биологии 88 баллов. Она поделилась с нынешними выпускниками секретами подготовки к успешной сдаче единого государственного экзамена. Елизавета выразила благодарность учителям и школе, где были созданы все условия для подготовки к экзаменам. Ее главными помощниками были учебники, компьютер, педагоги, родители и самоподготовка. Мне очень помогли дополнительные занятия по предметам, где мы разбирали непонятные вопросы и решали их. Ну, также важно было для меня это самостоятельная подготовка. Далее выступила с презентацией педагог-психолог Зара Шишева. Она отметила, что хорошая подготовка – это половина победы. Подготовка к экзаменам и их сдача – время, когда 11-классники ощущают большую психоэмоциональную нагрузку. Что можно сделать в этой ситуации? Родителям важно постараться поддержать психическое и эмоциональное здоровье своего ребенка, вселить в него уверенность в успехе, обсуждать все трудности, которые возникают в процессе подготовки к экзаменам и их сдаче. Только понимание и уверенность помогут ребенку. Хотелось бы начать со слов Великого Сервантеса. Ситуация, хорошая подготовка – это половина победы. То есть то, о чем сейчас мы говорили, то, что вы делали все 11 лет, вы очень готовы. И вы сдадите нас 100 баллов, ребята. Самое главное, ребята, чтобы не было чувства тревоги, чтобы не было стресса. И что я хочу сказать. Вот есть такие упражнения, ребята, коммуникаторы, которые вы сейчас включаетесь. Я буду громко говорить, а вы это исполняйте. В этом зале все друзья, я, ты, он, она, обними соседа слева, обними соседа справа. В этом зале все друзья, улыбнитесь соседу слева, улыбнитесь соседу справа. Вот на таких позитивных нотах надо все это, пожалуйста, делать. Вот, ребята, дальше. Вот признаки состояния тревожности есть у нас, ребята. Для родителей такая информация небольшая. Дрожащий голос, холодные руки. Наблюдайте чаще за своими детьми. Потные руки. Дрожание, допустим, конечностей наших. Вот чтобы вы все эти вещи не пропустили, чтобы этого не наблюдалось перед экзаменом. Самое главное. Ребят, то, что не нужно делать, вот когда у вас будет, допустим, тревожность. Это, не дай бог, у нас этого нет, в школе не было. Это сигареты, алкогольные напитки бодрящие. Этого у нас не должно быть. А поделиться с подругой, поделиться с друзьями, поделиться обязательно с родителями в первую очередь. Что-то вас тревожит, мама, вот меня вот это тревожит, да, или сестра, или брат. Все рекомендации упражнения для снятия напряжения нашли отражение в предложенных буклетах. Родители выпускников пожелали своим детям в первую очередь не волноваться. Нужно собраться, быть внимательными, спокойными и сосредоточенными. Знаем, какая нелегкая задача стоит перед всеми маме. Поэтому мы родители, взрослые, все здесь сидящие проходили через все это. Просто у нас это было в другой форме. У вас это сейчас, вам предстоит это, да, более сложно все это, конечно. Вы очень упорно занимались все 11 лет. Мы об этом знаем. Поэтому ставьте перед собой цель обязательно. И смело ее добивайтесь. Ну и удачи вам на едином государственном счете. Спасибо. Спасибо. Да, Катя. Спасибо, что у меня удалось всем. Вам слово за Рослана. Уже пожелали. В конце мероприятия заместитель директора по учебно-воспитательной работе Жанна Шорова выразила уверенность в том, что целеустремленность и огромное желание учиться помогут им добиться высоких результатов. Пожелала успешной сдачи единого государственного экзамена и напомнила, что образование – это главная инвестиция в жизни. Это их будущее. Когда будут проводиться экзамены? В какое время? Что дети должны подойти к десяти часам? Сколько времени будет длиться экзамены? Это память, которая для родителей. Это ваша настольная книга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова